ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПРОВАЛ РОССИИ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ Что на самом деле скрывают в Кремле? Они уже следы начали заметать. Вот так на этой неделе Киев накрыл мощный ракетный удар. Россия запустила по столице сразу шесть своих новейших ракет-кинжал. В западными СМИ разлетается информация, что главная цель кинжалов – ракетные комплексы «Патриот». Чтобы наверняка пробить нашу противовоздушную оборону, враг прибегает к подлому маневру. Чем отличается этот налет от всех предыдущих? Чем отличается этот налет от всех предыдущих? Баллистические ракеты и крылатые ракеты воздушного и морского базирования налетели почти одновременно. Для того, чтобы «Патриот» метался по всему небу, выискивал эти ракеты. Мол, хоть какие-то из них благодаря этому смогут прорваться. Не удалось. «Патриот» уничтожает все налоговнетное оружие Кремля. Ни одна ракета не прорывается. Невероятный результат нашей ПВО. Но как «Патриотам» удалось уничтожить цели, на которые они якобы не рассчитаны? И какая тайна всплывает о российских суперракетах «Кинжал»? Не пропустите! Это уникальное место. Именно здесь хранится зацепка, которая разрушила главную военную мистификацию России о непобедимом гиперзвуковом оружии. Вот она, первая сбитая ракета «Кинжал» нашими силами противовоздушной обороны. Сейчас мы заглянем внутрь и раскроем тайны, которые скрывает российское супероружие. Александр, добрый день! А как мы знаем, что это именно ракета «Кинжал»? Ее ведь никто до этого не видел. Если взять ракету 9С7660, это ее номер, название этой ракеты. И здесь вот это, если вы там увидите. Вот смотрите, 7660. Как раз она полностью соответствует. Видите, какая толщина металла? Это сразу удивляет. А зачем такая толщина? Ну, потому что эта ракета предназначена для уничтожения подземных пунктов управления. Ее задача, во-первых, пробить большую толщину бетона и внутри уже разорваться. То есть это противобункерная ракета? Так же и противобункерная. Но главное, сегодня мы получим ответ на вопрос. Это гиперзвуковая ракета или нет? Результат вас точно удивит. Не пропустите. В рамках бюджетного процесса это все не так просто. Значит, поэтому, да, что-то... Вот, смотри, сейчас говорят, патриотов мы же могут туда поставить. Ну, хорошо. Пусть ставят, значит, мы пощелкиваем патриот, и там нужно будет тогда что-то вместо... Вот так. Путин фактически с экрана телевизора дает команду уничтожить патриот в Украине. Но он оказался крепким орешком. Считаем тоже все, что там появляется. Считаем, где из-за вкладах еще есть. Чего не скажешь о кинжале, который должен был стать оружием мести. Однако не сложилось. Персонал и все. Если один сбитый кинжал, в который попало украинское ПВО накануне, еще можно списать на случайность, то сразу шесть попаданий с патриота – это уже безоговорочная победа. Что производит Россия? Она производит впечатление. И больше ничего не производит. Для нас это Рубикон. У нас уже нет целей, которые уже не может уничтожить наша противовоздушная оборона. А для россиян это очередное фиаско. Может, поэтому в самой России уже полетели головы? На этой неделе всплывает информация об аресте трех ученых-разработчиков гиперзвуковых кинжалов. Речь идет о сотрудниках Новосибирского института теоретической и прикладной механики. Их подозревают в государственной измене. Это при том, что с августа прошлого года директор института уже мотает срок в СИЗО Лефортово. Якобы он с коллегой передавал Китаю засекреченные данные о гиперзвуковых технологиях. Но это не единственная попытка убрать причастных к созданию кинжала. Начинается такая плеяда событий. Например, довольно странный пожар в одном из неименобороны, курировавшего проект кинжал. И там же горело именно административное здание с документацией. Во время странной такой обычной рядовой медицинской процедуры умирает заместитель высокоточной технологии холдинга РФ, занимавшийся кинжалом и искандером. Что-то там в Коломне тоже странный хлопок был. В Коломне находится КБ машиностроения, которое как раз этим занимается. Они давно, с моей точки зрения, начали заметать следы. Кинжал стал результатом громкого пиара Путина о гиперзвуковой ракете, которую не возьмет ни одна ПВО. Ведь двигается она со скоростью 12 тысяч километров в час. Но это не больше, чем сказки от диктатора. Потому что она не выполняет большую часть полета по маршруту к цели на гиперзвуковом режиме. Да, момент, когда она сохраняет скорость самолета-носителя, плюс включается ее двигатель, и через несколько секунд, которые он ее разгоняет. Вот в этом режиме еще несколько минут она может лететь на гиперзвуковом режиме. А все остальное просто высокая скорость, не более того. И вот на этой неделе миф о российском гиперзвуковом оружии окончательно разлетается в дребезги вместе с ракетами. Но на самом деле в небе над Киевом Россия теряет что-то куда более важное. Кинжал – это вообще-то очень специфическое оружие, которое создавалось не для войны против Украины. Оно создавалось для войны против НАТО. То есть в случае уже полноценной Третьей мировой войны, когда там россияне запускают межконтинентальные большинские ракеты, они должны быть перехвачены. Именно для противодействия Патриотам в частности и был создан кинжал. И теперь на самом деле в РФ паника. Паника на всех уровнях. Все, что отличает Путина от Саддама, Хусейна и Каддафи, это то, что у Путина есть ядерное оружие. И возможность нанести ответный ядерный удар. Теперь этого козыря уже нет. Его выбили вооруженные силы Украины. А мы возвращаемся к сбитой ракете «Кинжал», чтобы наконец выяснить, насколько она способна разгоняться. Ведь именно скоро сделать из гиперзвуковой ракеты неуловимое супероружие. Это гиперзвуковая ракета или нет? Можем сказать, что максимально мы видели 3-3,5 маха. Это не гиперзвуковая. Это не гиперзвуковая. Это вот ракеты типа «Искандер» и другие, летящие по баллистической траектории. Здесь я пока еще не видел ничего такого сверх какой-то мощности в указанной ракете. Так что история о «Кинжале», как про неуловимого убийцу Кремля, окончательно рассыпалась вместе с мифом о непобедимой армии РФ. Ракета, которая должна была поставить на колени силы НАТО, в итоге сама превратилась в главную военную пустышку России. Александр Мельников специально для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова